Футбольная Одесса замерла в ожидании. Чем завершится сделка с покупкой черноморца? Все уже порядком устали вникать в эти игрища и махинации. После банкротства Миксбанка стадион клуба выставили на торги из-за долгов бывшего владельца Леонида Климова. Фонд гарантирования вкладов продал арену на 17-м аукционе за сумму в разы дешевле от первоначальной суммы. Источники репортера сообщили, что за эти годы на аренде помещений в обхоз госбюджета владельцы стадиона наварили более десятка миллионов долларов. Почему футбольным клубом манипулируют и прикрываются от закона? Этот вопрос мучает болельщиков, пока команда застряла в трясине первой лиги. Была продажа стадиона. Какая-то компания неизвестная или может кому-то известная купили этот стадион. Второе, тут же вышли люди, которые говорят, мы готовы перекупить или готовы зайти. Первое, на стадионе должен быть футбол. Все остальное бизнес. Люди, которые делают инвестиции и хотят делать бизнес, они могут купить любое здание в Одессе, кроме оперного театра, Потемкинской лестницы и наших святынь. Потому что Черноморец это наша святыня. Но святыня это внутри ядро. Все, что вверху, оно должно работать на это ядро. Они купили ребята, но только они не нашли нужных. Они купили там миллиард стоил, они купили за 200. Мы их не знаем, мы их не видим. Стадион купила так называемая американская компания All Rise Capital с бенефициарами из России. Покупатель заплатил 193 миллиона гривен. Деньги поступили на счет банка и должны были быть выплачены его кредитором. Как сообщили в фонде гарантирования вклада физлиц, покупатели Мексбанк начали подготовку к заключению нотариального договора о купле-продаже. Но 11 июня Киевский суд наложил арест на стадион, что сделало невозможным заключение договора о купле-продаже. Из-за этих проволочек перепродажа стадиона и покупка клуба другим инвесторам, президентом Олимпика и его партнером может сорваться. Футбольные люди играют в открытую, знают, как развивать клуб на опыте и не скрывают желание вывести черноморец Еврокубки. Из двух претендентов, мне кажется, что уже успел себя зарекомендовать господин Гельзин. И я думаю, что он как футбольный человек больше знает ситуацию, больше владеет всеми нюансами футбольной деятельности. И, конечно, теперь многое зависит от того, что должно сработать все в пользу него с перепокупкой стадиона. Ну и после этого уже все одесские болельщики надеются, наверное, на то, что Леонид Климов сможет найти какие-то точки соприкосновения в решении вопроса о продаже клуба новому потенциальному желающему. Появились в лице Гельзина, в лице Олимпика были заявления. Вот их мы-то знаем. Мало того, первое, что они сделали, позвонили и федерацию сказали, мы бы хотели встретиться с вашими ветеранами и с фанами. Получилось так, что три или четыре человека встречались с ними. Они сказали свою концепцию, как они видят. На что мы отреагировали. Будет собственник, они должны потом сесть. Если они купят стадион, они должны прийти и с Климовым сесть за стол, красиво как-то купить. Потому что мы, ну, я надеюсь, ветераны, люди любящие футбол, фанаты, не знаем такой команды в этом городе, кроме Черномореца и Адо. Но Адо уже нету. Нету СКА. А Черноморец есть. И я надеюсь, будет еще долго. Экс-моряк Алексей Гай выступал в Олимпике. Он хорошо знает Гельзина, его возможности и потенциал. Я всю свою футбольную жизнь, большую часть провел в Донецке, в Шахтере. И параллельно в это время развивался сам Олимпик. И их инфраструктура, которая у них была, показывает то, что люди знают и умеют, как это делать. То есть они любят футбол и для развития делают все возможное, чтобы это было популярно и продвигалось дальше вперед. То, что касается непосредственной информации о Черноморце, то тут, наверное, нужно отметить первое, что это самое главное, то, что есть, наверное, это желание развивать Черноморец и чтобы футбол остался в Одессе. Ветераны и легенды одесского футбола сходятся во мнении. Черноморец должен играть на родной арене, а не в другом месте. Кроме того, перед входом на стадион необходимо установить звезды Чеботареву и Найди. А руководство клуба должно поддерживать ветеранов и прислушиваться к их мнению. Стадион, это там должна быть внутри команда. Понятно, футбольное поле и команда должна быть под названием Черноморец. Если за это дело возьмутся нормальные, хорошие люди, которых я знаю и так далее, значит, все будет нормально. Тем временем Черноморец выиграл два матча после возобновления первой лиги. Но это капля в море. Менять в клубе важно все фундаментально. Периодическими всплесками в результатах одесситов уже не провести.